Определить лучшую работу мастеров и начинающих фотохудожников предстоит жюри 16-й выставки конкурса «Снимок года-2018». Экспозиция открылась во Всеукраинском центре болгарской культуры. 60 авторов, членов одесских фотографических клубов представили 235 работ. Для экспозиции отобрали 90. Правила конкурса не ограничивают участников рамками жанра или техническими условиями. Принимаются фотографии, сделанные как современной электронной аппаратурой, так и традиционные пленочные, цветные и черно-белые. В век цифровых технологий уже все работы абсолютно проходят, какую-то компьютерную обработку. Для авторов мы не делали ограничения. Может быть компьютерная обработка, не может быть. Может быть работа полностью придуманная и сделанная из десятка кадров. Это отдается на откуп самому автору. Он не получает никаких ограничений ни в теме работы, ни в методике, как оно сделано. Особенность конкурса нынешнего года – чисто женский состав жюри. Мужчины не стали протестовать против нарушения принципа гендерного равенства. Повлияла ли такая лояльность на выбор победителя – трудно сказать. Но гран-при получил мужчина. Дмитрий Масузенко участвует в конкурсе второй раз и специализируется на портретной съемке. Его работа «Портрет Кати» женскому жюри понравилась больше всего. Катя – это просто замечательная личность, модель. Я на этой выставке нашел три ее портрета. Это, скорее всего, выставка имени Кати. Энергию Кати обуздать достаточно сложно, но я ее воспринял как человек-айсберг. С виду это одно, а по сути это совсем большее и объемное, которое видно далеко не всем. Первое место женщины-судьи тоже отдали мужчине. Соответствующий сертификат получила работа Александра Попова «Посадка». На втором – абстрактная композиция номер 8 Юлии Крыжевской. Третье присудили фотографии Анны Хмарюк «Утро понедельника». Еще пятеро фотохудожников стали дипломатами конкурса. Насколько объективно жюри, каждый может определить для себя и сам выбрать своих победителей. Правда, уже без официальных наград. Ежегодная выставка-конкурс «Снима года» остается открытой для всех желающих. Александр Ивеноградов, Денис Метляченко, телекомпания «Круг». Продолжение следует...